Евгений Щербаков раньше работал архитектором в Кашине и, сколько себя помнит, всегда рисовал. Однажды у него возникла идея создавать картины из фанеры. Этот материал сам подсказывает сюжет, рассказывает Евгений Яковлевич. Как правило, фанерные листы художник покупает в магазине, но бывает, находит и на улице. Каждый человек имеет свои отпечатки пальцев, так и каждый срез фанеры имеет свой рисунок, свой сюжет. Даже иногда смотришь, елки, палки, выкинули ящик фанерный. Из-под спичек, из-под макарон, думаешь, ну надо взять. Взял, очистил, как говорится, от ненужных элементов, там реки, гвозди какие-то, царапины. И создаешь, и получается что-то интересное. Минимум краски, максимум воображения. Пожалуй, так можно охарактеризовать творчество художника. Евгения Щербакова вполне можно назвать родоначальником нового направления в творчестве. И, как отмечает сам художник, он нигде не встречал подобных авторов. Если издалека посмотреть на эту работу под названием «Париж-Дакар», то видно, как внедорожники едут по пустыне. Но на самом деле здесь нарисованы только машины, а очертание песков в пустыне напоминает текстуру фанеры из березы. Кроме этого, Евгений Щербаков представил акварельные и масляные работы, а также серию графических картин, посвященных родному Кашину и святой Анне Кашинской. В одной из работ автор вспомнил одно из исчезающих морей. Было такое Аральское море, но оно было потом превращено в канал, и воду оттуда брали для поливов. Море зачахло и исчезло. Смотрю, фанерный лист лежит. Пригляделся получше. Можно было вот, лежит она тут, лодка, чайник и какой-то еще рыбацкий инструмент, который уже все, не годится никакие вещи, потому что моря уже нет. Как признался автор, сейчас его дома ждут порядка 20 чистых фанерных листов, которые вскоре станут наполнением его новой выставки. Евгений Щербаков провел не одну персональную экспозицию в родном Кашине, а в Тверь он привез свои картины впервые. Оценить необычные работы самобытного художника можно в галерее на Пушкинской до 28 августа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова